Фонтан Черноморск-Санжейка. Природа показывает, кто главный на склонах Черноморского побережья. Курортная территория в Санжейке сползла вниз под нагрузкой природных стоков. Активизация ползневых процессов в Санжейке пришлась на октябрь 2018 года. В аварийной зоне уже оказалось почти тысяча метров территории. А до жилого комплекса, до этих элитных коттеджей, между прочим, уже рукой подать. За прошедшие несколько месяцев местная власть не раз перекрывала подъездные пути к опасной зоне и устанавливала предупреждающие таблички. Но отдыхающие не просто игнорировали знаки, а и ломали их. К майским праздникам въезд на территорию, которая может окончательно рухнуть в море, снова ограничат. Пока же местное руководство надеется на финансовую помощь областной и государственной власти. Лишних миллионов в Дальницкой громаде нет. Напомним, что схожую проблему в Черноморске начали решать только после выделения денег из госбюджета. Правда, там и уровень разрушения другой, а для создания защитной мысовой формы пришлось нести целый микрорайон из бывших рыбацких куреней. Здесь пока ничего сносить не нужно. Велика вероятность, что для капитального строительства эта зона в будущем станет запретной. Как бы ни хотели бизнесмены из сферы туризма развивать здесь отельную инфраструктуру. Картина, конечно, урожающая. Море каждый год съедает прилично с земли. Земля здесь непростая, курортная зона. Хотелось бы развивать это все, чтобы наш регион развивался. Нам и сельским советом в генеральном плане это идет как под береговое укрепление, уже запланировано все. Все упирается, естественно, в финансы, инвесторов. Хотелось бы привлечь сюда, чтобы сделать нормальное береговое укрепление. Вы видите дома рядом, уже буквально 200-300 метров до ближайших домов. Это природные процессы, они там были на этом участке постоянно. Наши люди немножко научены этим всем, уже настроили очень много. И в связи с этим вот эти все сувы, скорее всего, и происходят. Я думаю, что люди уже знают, и строить в таких местах дороже будет им, скажем так, что это уже, такая практики уже не будет. Напомню, народный депутат Украины Сергей Кивалов ранее направил депутатский запрос премьер-министру и подал свои предложения к проекту закона о госбюджете Украины о необходимости выделения 420 миллионов гривен для строительства и реконструкции противоползневых, дренажных и других систем берегозащиты. Вопрос берега укрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Виталий Ахимий, Григорьевич, телеканал Репортер.